Эмоции, атмосфера творчества, обмен опытом. Вот основные слагаемые первого детского культурного форума. Он прошел в столице. Почти 2000 ребятишек со всех регионов России и 12 иностранных делегаций из Белоруссии, Южной Осетии, Египта. Два дня участники работали на одной площадке с известными деятелями культуры, представляли свои проекты. Так Елисей и Самир из Ульяновска познакомились со своими кумирами. Мы познакомились, так сказать, с многими знаменитостями, как Безруков, Бутман и Соскоридзе. Ну, я смогла увидеть Константина Хабенского. Так скажем, я была небольшой его фанаткой, его творчество, смотрела многие фильмы, сериалы с его участием. И когда я его увидела вживую, я поняла, что это ничем не отличается человек от нас всех. Делегация из Ульяновска представила флипбук с основными достопримечательностями родного края. О своих впечатлениях ребята рассказали на профильной коллегии уже в Ульяновске. Здесь же анонсировали открытие школы креативных индустрий. Это студии фото- и видеопроизводства, студии дизайна, студии цифровых технологий и студии звукорежиссуры и электронной музыки. Педагогов мы собрали из креативных индустрий, это профессионалы, которые прошли соответствующую переподготовку и теперь имеют право свой дар, свою профессию, свои навыки передавать нашим детям. Для тех, кто уже определился с будущей профессией, действует программа трудоустройства. Специалистов ждут в библиотеках, детских школах искусств, в учреждениях культуры. В сентябре 66% выпускников прошлого года колледжа культуры и искусства уже нашли новое место работы. В весеннее время года у нас проходит традиционная ярмарка-вакансии Art Road Fest. Мы достаточно тесно взаимодействуем с работодателями и совместно с ними разрабатываем планы мероприятий, в которых участвуют наши будущие выпускники и нынешние студенты. Кроме того, на коллегии подвели итоги работы министерства. Это показатели национального проекта «Культура». Он действует с 2019 года. Плюс проанализировали интерес читающего населения к библиотекам. За два года в области открылось еще 10 учреждений. Помните, когда мы итоги подводили 2021 год, мы на это обращали внимание, что у библиотек существенный рост. Они не просто вернулись в пандемийный период, они его перешагнули. После официальной части участникам коллегии вручили памятные подарки. Поздравили летних именинников, выделили ветеранов творческих профессий. Александра Никитина, Сергей Кудаков, Улл Правда ТВ.